Здравствуйте, я Леся Котровская. Мы подводим итоги 2020 года. Тема здоровья была сквозна весь этот год. Он оказался практически для всех тяжелым и сложным из-за пандемии коронавируса. Мы пережили самоизоляцию и дистанционку. Но самая большая нагрузка легла на плечи медиков. Именно они до сих пор на передовой в борьбе с COVID-19. Сотни медиков работают сегодня в красных зонах, где лежат больные коронавирусом. В реанимационных отделениях каждый день они балансируют на грани жизни и смерти. Пандемия COVID-19 дала новые вызовы во всех отношениях для всех видов медицины. Это и для пульмонологии, и для терапии, и для кардиологии. На первый план вышли анестезиологи и реаниматологи, поскольку пандемия привела к тому, что люди, которые имели какие-то сопутствующие заболевания, но на фоне обычного течения жизни справлялись с ними. Но когда на них нападала эта беда в виде COVID-19, происходит резкая декомпенсация всех этих хронических заболеваний. В первую очередь, как я уже говорил, анестезиологи и реаниматологи приходят им на помощь. Сейчас медикам помогают волонтеры. Они работают в больнице как в зеленой, так и в красной зоне. Добровольцы транспортируют пациентов, разносят передачи от родственников и проводят уборку. Но помощь добровольцев нужна не только медикам в больницах. Она требуется и тем, кто находится на самоизоляции. Акция взаимопомощи «Мы вместе» продолжается. Волонтеры привозят пенсионерам товары первой необходимости, продукты и лекарства. Меня очень заинтересовала сама возможность помочь людям в такой непростой период, особенно людям, которые как никто другой нуждаются. Это группа пожилых, маломобильных людей. Я знаю, как им нужна помощь в этот непростой период. Я была рада стать добровольцем и эту помощь им оказывать ежедневно. Пандемия, безусловно, наложила отпечаток на все сферы жизни в 2020-м. Но масштабная вакцинация, которую поручил провести президент Владимир Путин, должна изменить ситуацию. Я знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено. Это дает нам возможность начать, если не массовую, то масштабную вакцинацию. Сейчас в нашем регионе вакцинацию уже проходят работники красной зоны, которые чаще других сталкиваются с инфекцией в силу своей профессии. Остальные рязанцы только готовятся к прививкам. Список пунктов, где будет проводиться вакцинация с телефонами для записи, опубликован на сайте Минздрава Рязанской области. Я смотрю на это положительно. А я переболела ковид, поэтому мне, видимо, не нужна будет вакцинация. Если бесплатно, положительно, дело нужное. Потому что медицинский факт доказан, что это помогает не заражаться. Помимо масштабной вакцинации, еще одним значимым событием в 2020 году стало развитие санавиации. Еще в конце июля в Рязанской области состоялся первый полет санитарного вертолета. На его борту находилась годовалая девочка с ожогами. Ее эвакуировали из Касимовского межрайонного медицинского центра в областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой. Мониторы одной из лучших производителей мировых – это аппарат искусственной интелляции легких. Также он оборудован и устройством для автоматического массажа сердца, сердечно-межречной реанимации. Здесь есть насосная станция. Новая техника появилась и в перинатальном центре в отделении патологий новорожденных и недоношенных детей. Туда поступили новые инкубаторы для малышей с автоматическим мониторингом здоровья. Они облегчили уход за самыми маленькими пациентами, которым требуются особые условия для восстановления и реабилитации. Оборудование предназначено для малышей весом от 500 граммов. Есть такое, в общем-то, правило трех таких компонентов 3Т – темно, тепло и тихо. То есть ребенку надо создать микроклимат, схожий с внутриутробным. То есть должна быть определенная влажность, определенная температура. В 2020-м было проведено немало уникальных операций. Так, например, в больнице имени Симашко прошла первая операция по трансплантации роговицы с использованием подготовленного биологического материала донорских тканей глазного банка iLab. Она прошла успешно. Впрочем, несмотря на пандемию, плановые операции также проводились. И все же самое значимое событие в 2020-м – это создание отечественной вакцины от коронавируса. Важные политические решения стали залогом стабилизации эпидемиологической обстановки.